Здравствуйте, в эфире программа «Особое мнение». Я приветствую гостя особого и с удовольствием его представляю. Это Василий Киселёв, избранный мэр Кирова с 1997 по 2007 годы. Василий Алексеевич, добрый день. Добрый. Слушайте, вот как необычно это звучит для 2017-го. Избранный, избранный жителями Кирова мэр города. Совершенно верно. А чем отличалась та вот система управления городская от нынешней, когда есть глава города, глава администрации? Вы напомните, соединяли это всё в одном лице? Так. Всё правильно. Насколько сейчас непривычно ли, может быть, на Вас взгляд неэффективна эта система? Ведь не секрет, что немалое число горожан выступает за то, чтобы прямые выборы начальника и родоначальника были возвращены. Вы на их стороне? Вы знаете, я тоже за то, чтобы были прямые выборы. Меня очень много раз назначали. И я говорю, что в 82-м году был назначен первым заместителем начальника северного речного пароходства. Это ЦК КПС утверждает, незапрочем. И был несколько раз избранный. Избранный и назначенный – это совершенно разные вещи. Конечно. Даже ощущение у человека – ты отвечаешь перед тем населением, которое избрало тебя, а не перед тем дядей, который тебя назначил. И поэтому, понимаете, вот, я не знаю, та команда, которая была со мной… А в марте следующего года будет ровно 20 лет, с того дня, как Вас избрали. Время-то как быстро летит я к этому? Ко чем? В 17-м году. А, простите, в этом году уже 20 лет. В, Господи, действительно, это время-то да. Нет, но меня назначили в 96-м году. В конце? Он назначил в 96-м году, потому что Кривачкин подал заявление о подставке. Ну, бастовали учителя, все школы бастовали, все детские сады, 250 детских садов в городе Кирове и 76 школ. Значит, все забастовали, значит, там 2-3, наверное, работали, вот, потому что, ну, не платили заработную плату. Не платили зарплату, наверное, за 6 месяцев у них будет задолженность по заработной плате. И они отпускные в отпуск пошли, в мае месяце у них тоже не дали ни копейки. И поэтому вот они забастовали. И вот Кривачкин подал заявление, не потому что он плохой человек, нет, он хороший парень. Значит, но он думал, что вот он подаст заявление, и они все в школу пойдут, а они не пошли. Ну, вот тогда Сергея Гленков уговорил меня, значит, и назначил. Значит, тоже длинный разговор, значит, и чем вот сегодня, сегодня, по-моему, сегодня у него такое впечатление, что он просто в городе без власти. Без власти? Без власти. На основании чего вы делаете такое? Никто ничем не управляет. Слушайте, вот в моем доме, я на Горбачево 60 живу, у нас нет, до сих пор нет ни горячей воды, нет ни тепла, ни горячей воды. В комнатах 12 градусов. Слушайте, ну это ладно, взрослый человек, а там, где дети растут и живут, им-то как? И чем объясняют коммунальщики? Никто ничем не занимается. Мы уже третий раз меняем управляющую компанию, третий раз меняем управляющую компанию, и не ТГК, не ТГК валит на управляющую компанию, управляющая компания на ТГК. Значит, и сегодня, вот в этой ситуации сегодняшней, значит, мы на 15 лет сдавали в аренду тепловые сети, сейчас забрать тепловые, вернее, водоканал, водоканал забрать и предупредить их. Слушай, ребята, или вы работаете, или вы работаете ТГК, или не просто деньги собираете, а работаете, значит, и обеспечиваете тепло и горячую воду в домах, или мы вообще рассоргнем договор, но там некому сегодня заниматься этим делом. А в чем проблема-то? В людях, им не хочется работать, в целом система, где? Домок зарыто. Она система такая. Люди ведь платят, платят. Совершенно верно. В основной массе. Вот, вчера Шихов, значит, я не знаю, он, по-моему, заместитель у, значит, бургурера бывшей в Киевской области, говорит, а сейчас намного меньше обращений стало, значит, к нам. От гаража, да? По теплу, да, по теплу, но бесполезную жаловаться. Вот у меня сосед сверху написал жалобу в прокуратуру, два месяца, две недели назад, и не привет, а не ответа нету. Никто не за что не отвечает. Я не знаю, какой-то полной безвласти в стране, понимаете? Полной безвласти. И мы говорим, ручное управление. Какое ручное управление? Должна быть система. Это ручное управление привело вот к чему. Если о стране в целом говорить. В годы советской власти была статистика такая. Страной, Советским Союзом управляли, управленцев было 800 тысяч человек. Сейчас 2,5 миллиона. На одну Россию. Чрезмерная, на ваш взгляд? Ну, конечно. И какие-то логисты, какие-то... Черт, ребята, ну, в чем мы делаем-то? И понимаете... А для нашего города? Ведь многие прекрасно помнят, что вы чиновников своих подчиненных так особо не жаловали лаской. И с ними строго вели себя, и держали их в ежевых рукавицах. Только так. Сейчас ведь штат городских чиновников намного больше, нежели было. Да сейчас подчинение к мужчине. Ваш что? У меня такое впечатление, что... Нет, всех моих людей убрали оттуда. Значит, там почти никого не осталось. Единицы остались. Значит, ну, я не знаю. Сегодня такое впечатление. Может быть, в какой-то степени возраст мой говорит о том, что-то еще. Но, по-моему, в стадии отношения и к работе отношения, и к делу абсолютно напривательства. Ну, раз уж мы темы ЖКХ коснулись, давайте поподробнее еще здесь останемся. Ежегодно мы слышим о том, что сети у нас изношены, что нужно менять их, причем менять не в тех масштабах, как это сейчас делается. Что денег нет, что нужно конституционное соглашение заключать с ресурсниками и так далее, и тому подобное. И ежегодно наступление отопительного сезона, ну, это такой большой стресс для всех. И для тех, кто подключает тепло, и для тех, кто пользуется, то есть для нас. Что там произойдет, какая экстренная ситуация, никто не знает. Вот. Вроде как на пороховой бочке. Действительно так? Есть для вас, по вашему мнению, кардинальные предпосылки для того, чтобы менять ситуацию? Вы знаете, вот когда вы хорошо вспомнили, что меня 17-10, 15 лет назад избрали. 20. Да. И знаете, дело всего о чем. Я, наверное, когда избрали, месяца три прошло, я говорю, найдите мне Сухареву, кстати, Федоровича. Он примерно 6 или 7 лет правил городом Киров. Представьте, господинку наоборот. Советский Андреевич. Да. Пришел Сухарев, с Михеевым мы встречались до этого много раз. И потом, и позднее, и с Сухаревым, хотя я ему говорю, там, чего говорят за стенами-то? Он говорит, о чем? Я говорю, ну, команду-то я разогнал. Создали единый торг. Торг. Магазины, которые не приоритетизированы были, торг создали. Он нужен не для того, чтобы там зарплату выдавать, а он нужен для того, чтобы цены держать. Вот, если, скажем, начались прыжки цен на сахар, на муку, на крупу, этому Кондакову задача 3%, иначе я тебе, извини, я голову отрыву. 3% на оценке? Да. И все эти валенцюки, березины, все эти немыкины, или 3% держат, или кто-нибудь убрать не будет. Старики поедут куда угодно. Все, торг нужен. Значит, мы создали единогоржевое управление. Вот о жилье мы говорим. Значит, и первым делом я их отправил на чердаки. Ребята, вы проверьте в чердаки. Вот такие сосульки, которые висят. У нас не по такие сосульки. Проверьте в чердаке. Если утеплителя там уже нет на чердаке, значит, тепло выходит на крышу, и образуется, сколько, вот, поехали. И много обнаружили таких крыш, что делали? Да, много, половина. А что делали? Утеплитель поставили. Стали утеплитель. Тепло не уходило. Совершенно верно. Просто на трассу. И, значит, вот это здание начали ремонтировать. У районов бюджет это брали в ту пору уже. Значит, вот это здание начали ремонтировать. Инвестные наблюдатели висит, как пилограмма. Он говорит, а вот давай с этого здания начнем. У нас наведки так говорят. Если ты у себя под носом не можешь прервать, какой ты к черту хозяин. И правильно делаешь, что ремонтируешь. Ну, вот мы же лазим на Воровского. Здание Воровского 4039 называется. Значит, с Воровского ходили. Здесь закрыт ход был. Значит, отремонтировали все и начали здесь ходить. Понимаете, вот, как ни странно, но ведь меня не приглашал ни один из глав администрации города Кирова. А что вы имеете в виду? Ну, вот, просто побеседовать. А, после того, как вы сложили полноводство после 2007 года. И потом, понимаете, дело в том, что у нас какие-то, у нас странная ситуация. Вот, ну, простите меня за слово, дикие законы. Значит, вот, было 60 лет. Срок муниципальной службы, границы с 60 годами. Я ушел, 60 лет, мне надо уходить. Значит, сейчас Валдимир Владимирович исполнил 65, он сказал, что до 65 лет. Не сейчас, еще послезавтра. Да-да-да, значит, сейчас дело до 70. И ушел в медакадемию, лекции читать, все там нормально. Да, там ректору нужно было, ну, именно человек, потому что все лечебные учреждения поставили вопрос. Ты кафедру держишь у нас, значит, и лекции читаешь здесь. 27 кафедр у него на лечебных учреждениях. Значит, плати аренду правду. А он мне нечего плати. Вот ему нужен был человек типа Киселева, чтобы всех этих главных врачей. Значит, все уговорили. Значит, и там то же самое. Читаю лекции, значит, и закон. Ректор до 70, про ректора до 65. Я прихожу к ректору Шашвинов Игорь Вячеславович. Говорю, мне стол накрывает, а ли как? Он говорит, давай мы сейчас миссию письмо напишем. Ну, она продлит на год. Ну, и дальше что? Значит, и ушел. Короче говоря, значит, вот какие-то законы у нас весьма-весьма странные. Вот сейчас избрали Трампа 72 года. Он нравился к мне? Ну, я не знаю. Конечно, все говорят, что старик-старик. Ну, я не знаю. Там другой уровень жизни. Я считаю, что глава администрации города Кирова должен быть либо первый бывший заместитель, который знает уже этот город, и знает и улицы, и знает проблемы, и знает, значит, с чего начинать, и либо глава района. У нас четыре района. Ну, а вот сейчас снова новое. То есть те люди, начальники теруправления, вы имеете в виду, которые находятся в статусе заместителей главы администрации? Вот они, да, на ваш взгляд? Нет. Так как кадровый резерв? Глава администрации должен быть либо из заместителей, у меня их за всеми заместителей куча, значит, либо из глав районов, вот кто-то. Районов города Кирова. Да, да, да. Нет, сейчас система такая, что они все в статусе заместителей главы. Да, Кировомайский, и Октябрьский, и Ленинский. Совершенно верно. Вот, знаете, я в прошлом, значит, года два, и вы знаете, такая еще вещь, значит, я, наверное, года полтора назад звонил одному главе района, говорю, Миша, ты можешь этих предпринимателей построить в одну шаренгу и командирским голосом потребовать, чтобы хотя бы крапиву и лопухи скосили вокруг своих офисов? Он говорит, Василий Ильич, это в твое время. Они, как Маяковский выражался, задрав штаны бегут, исполняют, если ты что-то скажешь. А сейчас они еще подумают. Я говорю, так, Миша, для них надо что сделать. Долгополовые вы имеете? Да, для них же надо что-то сделать. Вот, мы в свое время дважды здание администрации города закладывали в залог, в залог, чтобы предприниматели дали кредит. Мы садились за сто с налоговой инспекцией, кстати говоря, тоже наш опаринский парень, значит, земляк, значит... Наш опаринский, Василий Ильич Родов, да, из опаринского парня. Значит, садились за сто, значит, чтобы подписать удолжение. Ты его не трогай, ради бога, вот год. Он выйдет, поднимется, и он заплатит все аренды, правда, все. Сегодня налогово стало прижимать предприятия, предприятия все ушли из города. Сейчас вообще странная ситуация. Ведь у нас и кинофестивали, да, и авиашоу, два авиашоу проводили, и команды футбольные, хоккейные, баскетбольные. Ведь это же в основном предприятия платили деньги-то. А сегодня, вы знаете, ну, вот хороший парень, это не профессия, говорят, значит, у нас так говорили в свое время. Вот сейчас назначили и на футбол, и на хоккей с мячом, хороший парень. Вроде бы хороший парень, но ему никто ни рубля не даст. Василий Ильич, давайте мы тему спорта затронем чуть позже, сейчас небольшую паузу сделаем. Я напомню, что это особое мнение Василия Киселева, избранного мэра Кирова с 1997 по 2007 годы. Мы продолжим через минуту. Продолжаем нашу беседу с Василием Васильевичем Киселевым. Давайте подытожим то, о чем мы говорили несколько минут назад. То есть, ваш совет чиновникам, управленцам, тем, кто стоит у руля города, менять отношение к своему делу, так я понял, как я для себя формулирую? К людям менять отношение, к делу, к людям, к чему еще? Ну и, слушай, и команда, ну... И команда. Да, команда, это очень серьезная команда, понимаешь? Каждый должен быть... У меня было очень много военных. Им почему много военных? Потому что им два раза не надо повторять. Один раз сказал, все, привет. Я не сам капитан Троранга. Значит, два раза им не надо повторять. Сказал, все, и вот Бахтин Юрий Михайлович... Значит, потом... Меня... Я очень слаб в юриспруденции. У меня очень сильные были всегда юристы. Значит, и вот... Вы понимали это, что вам нужен такой человек, и вы нашли... Надо его искупить, и все прочее, понимаешь? Ну, слушай, потому... Вот, а сейчас, я не знаю, ну, как-то... Вот, все идет на хороший человек. Ну, хороший человек, это же не профессия, слушай. Вот это уже, это вот Маша Гайдар, я... Белых мы сейчас встретились, он и приглашал меня, и я сам приходил... Значит... О! Главу администрации не приглашали, а глава региона приглашал нам. Да, говорю, я вообще влюблен этого Никиту. Слушайте, я сусул, я считаю, что это... Ну, просто глупость. Вы знаете, вот был в свое время... Глупость, вы имеете в виду, ситуация, в которой он оказался. Да. Вот, знаете, был Калинин, начальник УФСИН, он говорил, когда он уходил, генерал-полковник, он говорит, треть, треть осужденных сидят за преступления, которые они не совершали. Треть, вот Никита точно не совершал осуждения. И вот сегодня мы следим, вы следите, я слежу за этим делом. Ну, он же говорит, значит, он мне... Я говорю, только не береги деньги в руках. И он записывает, не береги деньги в руках. Нафига тебе надо? Потому что тот, кто дает, он все равно считает, что три рубля ты замылил. Нафига тебе надо? Из-за трех рублей мразца будешь. И поэтому я не знаю. Пока у них ничего не получается. Я так считаю. Особое мнение Василия Киселева. Кстати, не бери деньги в руках, это была фраза, сказанная в обстоятельствах. Но это была частная встреча. Ну, с глазу на глаз. Рабочая, с глазу на глаз. Он записывает все. И она не касалась... Вернее, она касалась сферы такой узкой, отдельной. Всех сфер. А, всех сфер. Я думаю, что... Если есть люди, желающие вложиться во что-то, пусть напрямую перечисляют. Все, понимаешь, вот такая штука. Нет еще времени? Есть? Командородина. Знаешь, президентом клуба был заместитель Мамаева. Не Маури, как сейчас. Маури, никто денег дедаст, не рубля ему. Значит, он говорит, слушай, Васильевич, у меня с пользой деньгами. И я начинаю говорю, список мне принесите тех, кто играл в хоккей. Один, второй, третий, слушай, там заместитель директора шиного завода, заместитель директора из кожи, господи, мужике надо помогать. Все, напрямую туда Маури, вернее, звоню Калинину, Калинка Морозов. Морозов звоню, говорю, ты сможешь, ты в Суже играл в хоккей? Он говорит, играл. Я говорю, ну, помогать в Курбу-то надо. Он говорит, у меня сейчас полная задница с деньгами. Давай я им по дубленку сошью. Все, завтра все 27 человек туда выстроились формы снимать. Все? На турпродукты. Все? Вы понимаешь? То есть все как-то самое. А киновестиваль? Значит, вот я у Швидкова дважды был, у Швидкова, прежде чем кинофестиваль затащить сюда. Значит, ладно. Швидков это? Министр культуры. Ой, да. В России. Вот много времени прошло уже. Это уже забывали с этим фамилией. Значит, второй раз. Значит, ладно. Он вот 700 тысяч рублей записывает, а страны надо искать. Ну, бюджетные деньги мне повесят за это дело, понимаешь? И председатель думы, председатель думы первой сферы другом партии, Никулин, это не пацан с Базара. Значит, пляж бросили, слушай, у нас вот куча. И эти самые, и детские наблюдатели, кто спонсирует, все великие артисты приехали. Слушайте, мы стоим на площади, на площади стоим, Зельгин, 92-го года, поэты пляшет, значит, на площади, значит, мы с женой тут, там еще тут, ну, куча народу тут. Женщина стоит, говорит, господи, я не знаю, эту женщину, господи, я никогда не думала, что Зельгин на жилье увижу. К сожалению, не было потрясения. К сожалению, не так. Все забросили. Мы уже мечтали сделать его международный фестиваль, кинофестиваль. Продолжаем наш разговор. Василий Киселев, избранный мэр Кирова на протяжении 10 лет, с 1997 по 2007 год. Давайте мне раскроем небольшой секрет. Хотя тут никакой секрет. Да и нет, сегодня состоится инаугурация главы города Елены Васильевны Киселевой. И как вы сказали... Ковой. Ой, простите. Ковалевой, да. Поковорка такая интересная. И вы приглашены, ну, не будем там подробности даваться, в общем, некий депутат вас пригласил для того, чтобы вы лично с Еленой Васильевной познакомились. Очень бы хотелось знать, какие бы наставления, советы и рекомендации будут ей дали. И сегодня дадите обязательно. Вы знаете, я не знаю, будет ли у меня личная встреча с ней. Ну, давайте предположим, что будет. 5-10 минут. Значит, вот с будущим главой администрации, города Кирова, который прогнозируется, который 27-го числа, в те времена все назначают, встреча будет, видимо, будет. Вы сами будете добиваться этой встречи? Нет, один из депутатов позвонил и сказал, что, значит, вот он хотел бы встретиться, он не наш, не вятский мужик, не вятский человек. И он бы хотел бы как-то увидеть. Илья Шульгина. О нем говорится? И вот мы поговорим с ним и о ТГК, и о спорке, и о бездной дороге. И вот сейчас... Ну, можете тезисно изложить? Что вы тезисно изложить хотя бы можете? Что вы собираетесь до него донести? Во-первых, сельское хозяйство. Поближе, пожалуйста. Сельское хозяйство. Значит, многие мэры городов расспрашивали, и спрашивали, как это получилось. Я говорю, да это не я организовал. Это еще Мефеев организовал. Девять природных хозяйств были продавались на кольцо города Кирова. Сегодня все уничтожили. Ну, как же... У нас сегодня нет ни чистых прудов, ни русского, ни птицефабрик некоторых. Две их было. Больше не стало. Понимаете, вот сейчас сделали вроде бы тротуары, да? Тротуары, вернее, проезжую сейчас сделали, а тротуары не сделали. Подождите, не торопитесь, Василий Васильевич. Вы будете настаивать, не знаю, на возрождении, эти сельхозпредприятия? Нет, я просто доведу до него, до этой мысли, что вот были эти предприятия, и что эти земли сегодня заброшены, они никому не нужны сегодня. И если бы он создал, какие-то предприятия в этом отношении были бы очень замечательные. Какие? Тоже сельхознаправленности? Конечно, сельхознаправленности. Потому что, я не знаю, значит, ну, вот... Вот я ему расскажу такую штуку. Была у меня встреча с Васильевым в сентябре прошлого года. Я ему говорю... С уже губернатором Кировской области полноценным. Я ему говорю... Вот... Вы сейчас начали видеть про ООН. Вот, посмотрите, две справки. И Союзскую справку, откуда Зуевка или там Совет взялся, и справку о социально-экономическом развитии. А с момента, когда орган Ленина дали Кировской области, вот сколько было населения, сколько было, значит, школ, сколько было учащихся, сколько было коров, сколько пахотных земель, сколько урожайность, сколько надо... В общем, основные моменты социально-экономического развития. Да. И помощник сказал. Помощника спрашиваю потом через месяц, говорю, вы готовы исправку? Он говорит, нет, он не требует. То есть ему это ни на ничего. Мы развалили... Это плохо? Когда глава региона едет в район, не знаю, историю... Совершенно верно. Не изучая, что... Ну, он под сегодняшнюю ситуацию ездит, ну, а историю-то, ну, в том же Опаренском районе у нас не осталось ни одного колхоза. Один более-менее там как-то еще дышит, ну, вот предприниматели держат. Ну, ну... Я с предпринимателем с многими разговаривал. Говорю, ребята, а вот если вдруг образ потребует и часть... Летом же вы же заготовкой не занимаетесь, если... Значит, заниматься сельским хозяйством, он говорит, а почему бы нет? Вот двое, и Скотельничья, и из Даровского. Ну, надо же этим делом... И здесь, и здесь, вот в городе Кирове. Если у людей работы нет, нет работы, люди пойдут в это дело. А потом, ну, я не знаю, все же предприятия... Вот один из главных вопросов вернуть доверие населения к власти. Значит, эти предприятия надо вернуть с регистрацией в городе Кирове. Потому что, ну, так же же невозможно, не может так общество жить дальше. Это же тепло. Вот я говорю вот новому главе администрации города Кирова. Это же тепло. Вот сейчас мы тогда на 15 лет отдали водоканал. Вот ты забери его сейчас. Водоканал забери и предупреди. И договор очень внимательно прочитай. Договор. Дума же принимала решение. И договор внимательно прочитай. Если они что-то не выполняют, что-то не выполняют, потому что на следующий год мы заберем предупредение одно, второе, третье и забрать тепловые сети. Ну, так же не может жить. Ну, сейчас это уже не водоканал называется. Как? Сейчас это уже не водоканал называется. Нет, водоканал это отдельно. Да. Отдельно. Водоканал новецкий оставлен. Да, да, да. Водоканал. Ну, понятно, что вы ресурсно-оснабжающий так называемую организацию. Так. Значит, вот такие же... Еще бы на что внимание обратили? Я обратил бы внимание на троллейбусы обязательно. На троллейбусы? На троллейбусы. Мы в свое время сделали улицу на строителей троллейбуса, сообщения. Ветку, линию. А вот сейчас бы мы мечтали, мы мечтали до Новоярска довезти, ну, хотя бы до инвестиционной больницы довезти, то надо. Такие планы, да. Ну, обязательно эти же вещи надо. Значит, вот, скажем, такая вещь. Вот я живу в районе Порошина Ново-Талица. У нас выбрали контейнеры. Контейнеры для сухого мусора. Значит... Для выхода, откуда? Да. Говорят, ставьте индивидуальные. Индивидуальные их ставить не будет. Вот, десятиклассники, одиннадцатиклассники и волонтеры убрали в лесах все. Значит, зачистили лес, сейчас завалят полностью, целиком. Ну, что же мы делаем, а? Ну, ты разберись вот с этим делом. И потом, вы знаете, я ведь каждый день город объезжал. Я каждый день объезжал в город. Сегодня фирейка. Значит, завтра Кольцова, Упита, значит... И вот надо не только это самое, а надо и оторвать от кресла, от мягкого кресла задницу, значит, и вылезти, они снег убирают, не убирают, зимой. Скоро пойдет, она пройдет, не пройдет. Они траву косят, не косят, значит, мусор вывозят, не вывозят. Слушайте, то есть, вот эти вот вещи обязательно для головы. И потом, вы знаете... По бытовым отходам, мне интересно, почему никто не будет ставить? Аня, потому что мы же в городе платим уже. Да. У нас есть в городе квартира. Мы в городе платим и индивидуальный контейнер ставить там в прошенную, а зачем? Саг говорит, это не дорого совсем, скиньтесь до поставки. Совершенно верно. Нет, 250 рублей, самое, для пенсионера, я не знаю. И зачем? И потом, этот контейнер, вот они не могут вывезти, увезти из этих контейнеров, там воняет из них. Потому что долго лежит. И у тебя под носом он будет стоять, этот контейнер, безусловно. А, с этой точки. Таким образом, через два месяца увезут, никто не ставит. Так, Василий Алексеевич, давайте немножко сделаем небольшую паузу. Реклама у нас сейчас будет, мы скоро продолжим. Продолжаем наш разговор с Василием Киселевым, избранным мэром Кирова с 97 по 2007 годы. Мы остановились, Василий Алексеевич, с вами на тех рекомендациях и советах, которые бы вы дали будущему главе администрации областного центра. Прошлись уже по ЖКХ, прослежившись коммунальная тема про дороги. Не сказали, вы там начали? Да, почему дороги делаются? Почему тротуары не делаются? Я звонил главе района, Первомайского района, говорю, слушай, напротив стат. управления дорога намного, намного ниже, на 30 ниже, вернее, выше дорога, чем тротуар. Значит, ну ведь это же вся грязь будет туда, на тротуар, ну никто же ходить не будет, и когда дождь будет. вот в этом году мы не сможем, мы это самое, ну я, ребята, надо это делать, да комплекс это делает, эти вещи. Я не знаю. Кстати, в этом году, Василий Кучевич, как оцениваете дорожный ремонт в нашем городе? Федеральная программа безопасные, качественные дороги, на будущий год будет серьезная сумма выделяться, а городские власти, как мы знаем, не могут выделить серьезные деньги, что действительно у бюджета денег нет нормальных, больших, для того, чтобы дороги, тротуары в городе сделать? Ну вы знаете, когда я уходил с мирового города, возбудили уголовное дело, потому что дороги без конкурса ремонтировал. Да. И развалилось это дело полностью и целиком, причем Шайкову было сказано, когда, ну, в Верховный суд подали, ребята, значит, Верховный суд, Верховный суд отклонил это дело, и закрыли дело, и Шайкову было сказано, что у Киселева есть диплом лучшим о России, ты имей в виду, что если ему год усомленный, намутаешь, то нормально, а если не намутаешь, так с тобой самим перебираться и убрали. Это, кстати, очень важный момент, лучший мэр России 2004 года. Да, так вот, мы же не пустили, мы же их, людей их не было, мы их не пустили в Киров, мы их на Авятске начали с переезда, они прошли всю улицу Ленина, советскую, советскую на Авятске, да, и советскую на Авятске, и до Ленина, до Мостада Старова даже шли, сделали Щерса, сделали Ломоносова, они, понимаете, вот, мне недавно товарищ говорит, слушайте, так они до сих пор стоят улицы-то. Слушайте, ну, и причем, значит, условия были три, во-первых, расценки, какие у нашего ГДМС, второе, денег у нас нет. Вот если ты сделаешь, вот сегодня на 150, на 200 миллионов рублей, значит, вот сидит председатель Думы, значит, мы в бюджете на следующий год закладываем, и, значит, я в январе февраля рассчитаю, железо с тобой. И, значит, и третье условие, пять лет гарантия. Пять лет? Пять лет. И все, и у них... И не было никаких... Нет, и, знаете, дело все в точном, дело в том, что у них была техника, уникальная техника, там был компьютерный контроль за горизонтальной укладки. А на тот момент это передавайте... и ребята ездили, многие наши ездили, смотрели, как и чего это, что это работает, все. Компьютерный контроль. Почему дорого разваливаться? Потому что появляется яма. Ямка появилась, значит, выбили, вот, бьется, бьется, и все. А здесь компьютерный контроль, за горизонтальной укладки. И потом, я не знаю, конечно, как эта дорога будет стоять, но бывший министр транспорта заявил, что мы песок повезем из Краснодара. Слушайте, у нас слой песка... Сейчас этого министра нет уже. У него нет. Известного областного... у нас всего песка, и мелко зернистого, и крупно зернистого, и ПГС, хоть, вон, целая вятка. Слушайте, мы что делаем-то, слушайте, за морем говорят, кирушка-пирушка, дорога, перевоз, слушайте. Я не знаю. Как это будет стоять, эта дорога, я не знаю, потому что, и они из крупно зернистого, видимо, ПГС ставят, будет ли это держаться у нас, не знаю, что... Весь вопрос в основании еще. В основании? Да. В хорошей подушке, как говорят дорожники. Кстати, раз уж вы упомянули водные артерии, не секрет, ведь что у нас глава региона высказал такое пожелание, не знаю, трудно это назвать уже обещанием, и конкретными планами, они касаются того, чтобы сделать вятку судоходной. Вот вы как речник со стажем, с соответствующим образованием и опытом. Нужно это делать в настоящее время? Это полная глупость. Почему? Потому что, во-первых, молевой справ запрещен. Во-вторых, надо вернуть советскую власть туда. Если вернуть советскую власть, то кредиты предприятия берет под нулевой процент. А сейчас 16-17 процентов, ну, когда вы возьмете кредит, кто-нибудь из ясняков, из ясняков. И пока с ним рассчитаются в июле месяце, в августе месяце, когда прот дойдет до Якубышева. Ну, это же, и потом, понимаете, Путин сказал, что надо восстановить водные артерии, особенно в Сибири. Вот там, где массовые грузы, там, где нет дорог, ничего нет. Вот там надо. У нас здесь и дорог, и железные дороги, и автомобильные дороги. Ну, кто пойдет на реку? И потом, у нас же... В общем, это и экономический медсамбль, не следовательно. Все разно, на ваш взгляд. Совершенно верно. Потом, понимаете, ведь это же надо полбюджета областного ухлопать на это дело, чтобы далеко восстановить. Надо сегодня сделать железную дорогу к причалам. Оно все разобрано. Вот для того, чтобы на Федеральских причалах сделать железную дорогу, я был начальником речного порта, я дважды был у министра транспорта, ну, об компарте договорился. Деньги просили? А? Денег просили, чтобы сделать? Нет, не денег, чтобы включили в план. А-а. Чтобы в план включили. А-а. План деньги предполагает? Деньги есть. А-а. Они не включают в план все, потому что, ну, загруженный Брежнев был в ту пору, племянник Брежнева, Леонид Ильича Брежнева, племянник. Вот, об компарте договорился, а я ездил дважды туда. И с Маттанцев, вот мы эту дорогу провели туда. Сейчас все разобрали. Сейчас полностью все... Ну, анниквидирована речная татура, транспорт. Вот, он и есть, значит, вот, он называется, громко называется, вязкое речное пароходство на филейке. Они просто песок добывают, больше ничего. Вот здесь, в Котелинче, значит, умерло все, ну, и так далее. Василий Алексеевич, остается у нас буквально три минуты. Хочу спросить, вы 10 сентября на выборы ходили? Ходил. За кого голосовали? За Мамаева. За Мамаева? Сергей Павлиныча. У вас с коммунистами они из раза в раз за них голоса дают? Я единственной, я единственной партией, в которой состоял, больше никакой партии не состояла, не стою. Это коммунистская партия с Росклюзия. А на уровне города за кого голосовали? А на уровне... Депутаты городской думы? На уровне города, да. Тоже за КПРФ или нет? За КПРФ. За КПРФ. Я его хорошо знаю. Сергей Павлиныч имеете? Нет, Сергей Павлиныч, а, значит, бывший директор института УФСИН, УФСИН, подписан. По-моему, не прошел. Не прошел. Не прошел городскую дому. Да. А коммунистам в настоящее время в современных условиях в нашем городе, в области, есть на что рассчитывать? У них есть ресурс, властные структуры попасть? Или они, ну, некий вот такой, простите за слово, придаток? Вчера в интернете я прочитал довольно грустную мысль о том, что Крым, Крым, депутат, один из украинских депутатов говорит, что Крым во времена Путина только существует советский, российский. А дальше они его дадут или их добьют, эту Россию. Если Путина не станет, если Путина не станет, то и Крыма не будет. И Крыма не будет. Понимаете, дело все в том, что я убежден, что нет, ресурса нет у коммунистов в городе Кирове. Значит, и тем более, что Сергей Павлинович, вы меня извините, но это не та личность, на которую можно ставить. А что вы имеете в виду? Ну, он был главой Советска. В Советске о нем не очень хорошего впечатления или мнения остались люди. И поэтому я бы считал, что вот если бы он передал свои полномочия, скажем, более молодому, там есть у них молодой парень, бывший, не будем говорить. Но есть главное. Есть, Да. Вот было бы намного полезнее. О, как! Вы донесите до него эту мысль? Я доводил. А, доводили? Да, доводил. И что Сергей Павлиныч говорит? Он обиделся на меня. Обиделся. Он еще считает себя, собственно, вполне на коне, да? Да. Почему народ на выборы не ходит? 23% левка всего по городу составила. Народ не верит в эту власть. Народ не... Ну, как я и знаю, и за то, что Путин поставил Васильева, ну, это хорошо. И потом, знаете, это очень длинная история. В 2003 году я принимал участие в выборах. И мне там, значит, за 10 дней губернатора. Губернаторский. Да. Тогда было больше десятковид кандидатов. Да. 12. Там 4 заместителя губернатора пошли. И представители думы. Я приехал к Кириенко. Мы с ним в очень добрых отношениях. С Кириенко были в ту пору. Он закончил Горьковский институт водотранспорт, я на Восибирске. Коллеги. Да. Я говорю, кто будет губернатором? Вы определились? Он говорит, слушай, Вятка, кому она нужна? У тебя очень хорошие отношения с директорами заводов? Вы определитесь? Кто? Что? Мы поддержим. И в это время приехал ну, наверное, я тут много секретов раскрываю. Значит, прокурор страны к нему Кириенко и говорит, ну, я подержу Кляйна. Вы знаете, многие говорили, что Кириенко киндер-сюрприз и все прочее. Там два компьютера отражения вставлено. Понимаете? Умница. Умница. Умница страшная. И ко мне приехал специально за 10 дней до выборов, до кончания выборов приехал и вот заместитель говорит надо снимать я эту дуру. Ну, как сейчас снимать? Везде штабы созданы во всех районах. Он говорит, у тебя будет 5,8% У вас? Да. Они 5,8% сделали и все. Они только опарина не тронули. Там 78% за меня проразвали в опаринских районах. А так 5,8%. Все? Как он сказал, так и будет. Василий Алексеевич, к сожалению, завершается время нашей беседы. Пора нам прощаться с нашими слушателями. Здоровья вам в первую очередь. Спасибо. Бодрость и духа. Надеюсь, что еще не раз встретимся в нашей студии с вашим опытом, с вашими знаниями и востребованными. Спасибо. Всегда. Спасибо. Василий Киселев, избранный Майоркирова с 1997 по 2007 годы. Всего доброго. До свидания.